вторая карта у нас будет пб песчанка да 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 но вот на песчанке в принципе у команды в экзе как по мне проблем особо тоже не должно быть хотя опять же да вот эти вот парни видим тату чилина ты сумасшедшие вашки от парней из команды вертолет могут на самом деле здесь и дать неприятный толчок а если говорить еще более точнее пинок под зад команде в экзе если опять же парни из артов экзекюшен заберут минимальное количество раунд то есть 21 в атаке ушкам нужно будет сделать действительно очень огромный объем работы играть очень слаженно ну а мы в принципе готовы продолжать дальше нон-стопом так я думал что я нажал но это было ошибочным суждением как оказалось ладно буря в пустыне шанс команда вертолет сыграть в ничью но даже не знаю здесь команда у экзе также играет очень неплохо поехали сразу же в бой как будут играть вертолет агрессивно снимать сразу же площадь поджимать лонг или же все-таки будут играть довольно аккуратно на отстрел но судя по всему нет аккуратности здесь и не пахло выход уже имеется на аркаду площади могут и дальше пойти под позиции террис по но это уже будет слишком как по мне но и готовы здесь вести отстрел с девятки готовы поднимать виду но аошки сидят очень аккуратно а вот от опен фраг да и принципе сейчас вот это аркада меда на самом деле уже теряет всяческий смысл и надо бац его отойти как мне кажется вертолетом тату все спалили его ну и сюда гранатами его можно подзакидывать да откидывает но там чили на анге чили минус 2 и отходит в эдик размен хз также минус и лапа вместе с тэв остаются вдвоем но у тэва огромный проблем с холсбаром хз зачем подставляться то по такой перестрелок вообще непонятно но заиграет сейчас немножко жадновато если честно надо бы наоборот закрыться как мне кажется да он погибает и дагглс теперь закрывает его позицию но зачем доводить до 2 в 2 когда в можно было просто закрыться железо а плент и б плент все пока что есть лап чей-то шансы там довольно неплохие даже если сейчас дагглс а плент будет открыт но там чилин судя по всему на смещение да он уже будет на железе так что моментально должен будет разменивать своего тиммейта от лапа игра через кафе также и тео но тео судя по всему будет смещаться под мидл через кафешку и попытается дать саппорта лап чё но вот кости уже открывается потихоньку под кишку и здесь дагглс дагглс в упоре встречает вам там чили находит минус тео и лапа 18 п против двоих да никуда не уйдет 1-0 1-0 да вертолет действительно начинают довольно неплохо но опять же были довольно и спорные моменты в этом раунде когда опять же хз стрелялся но вот не знаю окей полетели вперед сейчас команда а у икз попытается моментально разменяться между кланка будет артео и фрид артео неплохой у контракт его даблкилл находит для своей команды проходит уже на позиции бэплейта фрид попытается саппортить своему тиммейту кэзэц остается 52 процента здоровья рэнса подключается в игру от кэзэц есть минус но фрид и его еще пошел давить есть еще один трак фрид отличный даблкил дагглс остается 1 в 3 б сайт занят 34 кп как выбивать понятия не имеет дагглс он находит минус сейчас пози ну и судя по всему будет далее смещение на пески но нет он уходит на площадь и возможно попытается обойти через лонг а вези спиной клангу сидит да и везик но он за машин и здесь принципе дагглс надо еще и постараться найти минус он находит и ситуация 13 превращается моментально один в один но виталий попов не знаю потащить ли на опыте или же все-таки дагглс здесь невероятным скиллом все-таки задавит своего оппонента ну вот это довольно интересный вопрос но виталий выбирает довольно неоднозначную позицию то есть потому что дагглс идет по боковой ему довольно просто будет за чекать своего оппонента но фрид пока что даже не понимать находится дагглс и дагглс все ближе и ближе и фрид о ей но это тайминги это мастер тайминга 11 на фрид опять же очень много импакта внес для команды в этом раунде три полкил в его исполнении и посмотрим будет ли такая же молниеносная быстрая игра со стороны команды а у икз в этом раунде судя по всему будет фрид уже находится на длине член пытается ему помешать рэнс на аркаде площадь но я думаю спину должны будут здесь каверить игроки команды а у икз да есть информация по рэнсу опен фраг по лапчу зишка и брит остаются очень битыми фрид идет далее дожимать чили на 68 кп ему оставляет но чили за зелеными вещами нужна халпа а тео есть минус там еще и хзз пошел обходить но апридом минус это последнего а здесь ты по идее отпускать ты не должен но все-таки да вышли на размен вдвоем зи и архан и остается снова даглз против троих оппонентов но уже получает катастрофический урон и это 2-1 на табло в пользу команды артов экзекьюшн заметь что не один раунд а ошки не провели медленный то есть в первом раунде если мы видели только подготовительную такую стадию с раскидами гранат потому что они знали что соперник вероятнее всего будет прожимать но потом поняли сразу геймплей своего соперника и просто начали пушит лон здесь опять же игрокам команды вертолет сейчас надо скорее уже просто приспособиться к этому быстрому стилю игры командовал экзо они постоянно пытаются отвечать как-то вот этой контур агрессии да постоянно пытается идти идти выжимать ту же площадь тот же лонг но тем не менее а ошки это контрят причем очень грамотно контрят посмотрим если зароляет вот этот раунд такой агрессивный для вертолетов то можно попытаться продолжить играть именно на этих контур агрессии но как по мне можно было осесть немного в закрытую и а ошек как раз таки принимать толпой но вот на длине сейчас проблемы у чилина хотя отпустили это туда был да но тем не менее ситуации три в три лапа сейчас может задавить своего соперника учитывая то что у чилина вроде как остались одинарные уашки вот здесь чилина очень опасно стреляется но приходит хз и принципе лапу здесь должны давить фрит в итоге приходит дает хелпу и здесь еще и чилин погибнет лапа также есть минус ну и дагглс опять последний остается но вот теперь правда не 131 в 2 и в итоге хелсбарта абсолютно критичен один хелспоинт и лапа зимона вдвоем на двоих принципе тоже не так все и радужно хз покидает битву и походу этот тактикал пауза ну я думаю в чате еще надо пауза пишет уже чилин так что здесь надежда есть конечно на дагглса там соперник не в таком уж и влом состоянии находится 20 и 12 хп так что здесь дагглс еще может попытаться на спрей но нет выходит на миддл где его зишка и принимает три раунда забирают для себя игроки команды xz подряд но до четырех точно должны добраться там не знают до пяти если доберутся то это очень плохо для вертолетов но вот как бы изи гейма по второй половине нам тоже не увидеть купоны закончились пишет ату окей пусть ребята затариваются потихоньку да у меня тут походу собачку было слышно на заднем фоне максим ты не слышал случаем я слышал скидывать с балкона полетел да маленькие собаки окрикливые как не знаем мы кто ну да большие то они дома особо не лают но они на чужаков в основном мы знаешь за дверью когда кто-нибудь начинает шабуршать там вот они начинают вот ты делаешь там в дверь этот стучался она все она там знаешь у нее вот этот всего кто пришел кто пришел но у них знаешь как-то инстинкт самосохранения очень плохо разогнать ко мне стучаться в дверь надо полаять инстинкт самосохранения не в этом дело они даже знаешь стоит там какой-нибудь берман или какая-нибудь овчарка да и вот они на них гавкают гавкают и вообще не думают о последствиях то что их сейчас одной левой но вот сейчас на площади как раз и одной левой до и фрит расправляется со своими оппонентами минус на ту и даглз у ренза также проблемы они станут в смоках вернулись таки все норм но там в итоге чилин опять же остается вдвоем вместе с кириллом ляликом но фрит здесь играет больше всяческих похвал а вот очили на тактилай т2 ну вот на штопает кого-то или нет все-таки четыре соперника и крайне не мобильность все есть информация и можно смело выходить под б но виталий просто это так не оставит а как же как же кто тактилайт посмел взять дамажил ну а здесь здесь открыт хоря застилил это 41 слушай ну я не знаю и без райдена пока что хорошо получается но поехали смотреть у райдена покажет такой мини-отпуск но вот чилин пытается поймать своего оппонента в прицелу одного уже поймал фрида но вот сейчас тоже с кем-то он неплохой за треть на третьем пошел пытается то зишки добраться на связи уже на сокращение дистанции минус ксз минус чилина олег разозлился пошел вперед от его фраг по рэнзо зишку да так оно и есть но слушать 4 на ушкам отдать в атаке на самом деле такая себе перспективу так-то на вторую половину тем более что вертолет то играет за оборону сейчас можно интересно опа опа free тактилай т2 но что мы здесь будем опять смотреть за противостоянием двух кемперов правда уже не м к а чилин ну и здесь ой а виталий помни зачекал своего оппонента и вот здесь чилин погибает погибает дагглс или нет живет дагглс живет и успевает еще минус найти также тату фраг разминат его так и погибает и остается один визик ну и андрей ильичев здесь неплохо на самом деле сыграл принципе и хелсбар еще позволяет бороться но хз говорит андрей отдохни это 43 миссия провалена едем далее но вертолетом сейчас два раунда надо забрать до 2 раунда надо брать и 5 4 заканчивая все-таки эту половину нутантео пошел руинить катку даблкил его исполнение есть информация также по рэнзу 61 кп остается собирает лапу лапа с к ешки разменивается хзз 1 внимание ключник на хзз да но здесь андрей сорокин при всем уважении к этому парню против 4 хороших на одной позиции отстоять было крайне тяжеловато петры то последний рамп первую половину артуб экзекьюшн для себя уже взяли но не то чтобы минимум они мне кажется и максимум уже опять же условный но взяли и фрит будет наверно сейчас быстро выходить на лонг сразу ложки в руки и мне кажется здесь просто не будет останавливаться он просто будет пушит от алого тройку и будет находить минус а еще сейчас спину пойдет своим соперником да так и есть так и есть и здесь здорово здорово пацаны минус 2 но и так как раз таки даглз под респауном отдыхает уже такой пацаны все нормально тоже спину зашел но даглз попытается добраться здесь доты у него это удается даглз также даблкил внимание ключ никнейм даглз машин но и плент установлен даглзон пошел выбивать потихоньку но против двоих я так понимаю он пойдет на бэй там его даглзишка должен будет контакт и он его слышит прекрасно олег есть минус и это 63 первая половина в пользу командартов экзекьюшн теперь они играют в обороне ну и соответственно соответственно ребят не хотят по моему выходить и все устраивает продолжаем продолжаем давайте так первую точнее давайте так эту карту доиграем все нормально чё они сидят они играют дальше у них там уже перестрелка на меду идет отличные ребята но вот сейчас вышли видать очнулись ребята даже не знали какой счет ну здесь хотя бы самоирония присутствует это великолепно вот принципе знаю что вертолеты ну не буду сильно расстраиваться в случае этого поражения платимир путин начать youtube и при к это путин прикажи комментатором чтоб ставки открыли вот это мне понравилось ну что прогружаемся мы с вами все-таки на вторую половину аошки в обороне вертолеты в атаке полетел крушить черепа потихоньку открывается на площадь полетели каешки в ответку но и лапа пытается закрыть выход девятки где играет даглз и тату сейчас я так понимаю фри попытался по первому таймингу закрыть выход той же площади но там минус на размен дабы сыграл фрейд ну может быть даблкил бы нашел ну а так отошел назад и выход ланга и также есть еще минус а тренд же а тренд за по фрейду на длине и в итоге то его теперь один здесь остается ну то я в принципе может и соло задавить эту точку если опять же его не спали до конца но его спалили его спалили полетят сейчас сюда гранаты или нет не полетят но зато урон очень много тренд за и минус архан в принципе это 5 в 2 и лап остается вдвоем уже остается один олег ановнин в первый минус есть но этого минуса к сожалению будет недостаточно чтобы закрыть раут но два фрага уже есть и 100 хп по прежде но чилин не оставляет здесь шанс 64 но молодцы вертолеты слушай в атаке очень хорошо стартанули сейчас пытаются сократить дистанцию но посмотрим насколько это будет удачно потихоньку уже полетели прострелы полетели каешки сразу же на площадь брит на аркаде вместе с тэу подвесик очень много гранат упало да сколько можно говорит везик только я буду здесь бегать от лапы есть минус дагглс в лапа остается очень битым я так понимаю сейчас падеж будет выпад от рэнза но там аркада за спину тэу находит минус кгз размен рэнза чилин вот это нашел в дымы вот это нашпинговал сейчас парней зо xz вот это действительно шампур был качественным в исполнении чилина слушай ну еще один новый снайпер еще один новый снайпер на просторах группы было находит минус по тату ну константина возвращается прежние мощь от рэнза 1 в 2 32 хп и 18 патронов парных у а ну что посмотрим как кирилл лялика сыграет в этой ситуации здесь ну бомбу ставить понятное дело можно в любом случае но вот хочется наверное все таки кириллу как-то на хитрости найти хотя бы еще фраг но опять же на хитрости здесь обыграть команда у их за будет очень тяжело лапу да лапу он может допустим закон 3 сейчас с одним хп зишка находится флом состоянии он под бэп лентом сейчас я нападет информация да лапа дает инфу то что рэнза в альфе рэнза не будет торопиться ставить фугас и зишка тоже не торопится смещаться через пески на мидула сразу же контри тот же а плей зипа пытается обойти больно какой-то длинный путь выбрал но вот сейчас смещается все-таки через площадь на мид судя по всему рэнза контрит как раз таки тот же мидула и готовится принимать выход через железо но зи уже на подходе так ну и все заметил заметил рэнза пленту но рэнза здесь должен при фаре постоянно стараться попадать иначе у него здесь выходов нету стреляться именно в close distance с аугом но здесь олег пока что не попадает к сожалению для себя рэнза рэнза мансует еще и рэлл был от олега боже мой это 65 два раза подряд это вертолетов слушает не конец матча но судя по всему да здесь очень неплохо начинают играть игроки команды вертолет но вот дабы это знаешь не сглазить пока что статуи идет снудемную и без него справляется команда опять же чилин пошел ловить свой прицел оппонентов лапа пытается найти так же минус по девятке там опять аркада площади имеется выход фланга будет от рэнза но здесь опять же развитие раунда начало раунда она очень дефолтная но вот от фрида пошел так же тактилай т2 есть пачка чилина выход на лонг и здесь же зишка зишка дает инфу что это длина братишки нужна халпана б да но здесь олегу уже конечно выстоять будет крайне тяжело если опять же не придет халпа но халпа приходит в виде вэзика но опять же хорошая флешечка флешечка и нет никто не ослеп никто не ослеп и команда вертолет так на длине и застыла но там фрид будет искать прицел своих оппонентов но поймает ли там тео есть минус раз фрид промазал по хз но вот дагглс выбирать для себя очень приятную позицию но опять же фраг то сделает но а дальше то как стреляться с этой позиции непонятно все уже и фрага не найдет но отказаться был минус от войска размер и хз живет живет но здесь все-таки его задавили со всех сторон есть 7 5 а то я уж думал то что я потерялся опять пространстве седьмой раунд команде ауэкзе полетели прокиды но вот сейчас площадь не играется в агрессии хаешки под мидл упали но вертолеты площадь не торопится занимать это опять игра через длину и судя по всему опять будет выход бета да ну там фриду будет тяжело на самом деле с кем поиграть в этой ситуации понятное дело что он будет играть в первую очередь на фазу но там уже будут давить ой 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 вот это конечно было красиво еще и хаешечка ай-яй-яй ну просто все замечательно ну вот не маншот еще и пхз из питона конечно должен был добирать виталий но в принципе это не делает какой-то особой погоды 1 в 4 чилин фазумчики полетели но и полетела его голова с плеч в 8 5 арт of execution два раунда до победы миссия успешно но я думаю сейчас уже парни потихоньку помаленьку выходят уже на финишную прямую но раунд может быть еще подарят своему сопернику но вот сейчас опять пытается играть агрессивно ты об инфрак отдал за размен чилин пытается поймать своего оппонента как раз таки свой снайперский прицел заиграет против зишки от лапы то есть по минусу вдвоем против четверых уже против троих из дал размен на ланге но там фрид да но там стоит стоит тренд за в спине нашел минус но вот дальше не смог перестрелять архана и это 954 матч-поинта у команд артов экзекьюшн в принципе для ребят также встреча складывается довольно не самым сложным образом хотя хотя два раунда подряд забрали вертолет и подарили на какой-то момент надежду и здесь чилин очень классно пикать чтобы рука только было видно полетели от рифа региона также от ту есть будет дальше пик на площадь у нас и виталий попов пока что живет но и лапа отлично минус по девятке тату у нас отправляется до следующего раунда ну а может быть до следующей игры это ситуация 3 в 4 не в пользу вертолетов но там еще везик пытается закрыть выход на площадь с меда если его здесь еще смогут поймать то было бы неплохо отключить тот же миду но 13 кп ему оставляет но там аркада ванга в любом случае здесь уже никуда просто так не выйти лапа пошел просто закрывать уже площадь есть минус на уверенности дропается даже хаешка его не пугает и даглс остался один есть инфа что он в кафе и наверное в кафе он и останется так ну даглса слышит даглса слышит по даглсу есть информация виталий здесь должен был ставить точку но ставит ее константин лапа грачев это 10-5 на второй карте в пользу команд артов экзекьюшн 2-0 по картам 3 очка ну довольно простая встреча для этих парней ну а нас ждет следующий матч на сегодня это также с участием команд артов экзекьюшн правда против команды файфа лимис но на этот матч конечно же делается огромной ставки на зрелищность но пока что мы подводим а конечно нет